Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И время поговорить о бизнесе в России. Сегодняшняя тема программы рынок лоукост перевозок в России. В гостях у меня Алексей Иванов, директор российского представительства Авиа Солюшн Групп. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Олег. Друзья мои, для вас напоминалочка, хотя я так думаю, что все вы давно уже прекрасно помните. У вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Традиционно можно сделать это, позвонив по телефону 6510-996, код Москвы 495. Или написав на сайте компании финам.фм. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Судя по названию, Леша, начну с этого, если можно. Судя по названию, подобная терминология для меня лично вновь еще. И может быть, и для наших слушателей в какой-то ее части это непонятная история. Если можно, давай вот с этого начнем. Что такое лоукост перевозки? Лоукост перевозки – это специальный термин, который начал применяться к авиакомпаниям несколько десятилетий назад. В первую очередь в Соединенных Штатах Америки, где они начали развиваться и работать. И потом в европейских странах так себя начали позиционировать перевозчики, которые таким образом хотели отпочковаться от классических авиакомпаний. И путем того, что они, ключевой момент деятельности этих перевозчиков был в тем, что они предоставляют максимально дешевые тарифы на перевозку для пассажиров. Путем урезания расходов и путем урезания всевозможного сервиса и уровня сервиса, которые классические авиакомпании предоставляют своим пассажирам. То есть это ключевое отличие, да? Лоукост перевозчик, он, как это еще, есть такой дискаунтер, да? Да, это эквивалентный термин. Дискаунтер, лоукост, минимально возможный уровень сервиса, чтобы попасть из точки А в точку Б воздушным транспортом с минимальными издержками. То есть это, опять-таки, некое рыночное веяние, видимо, такое, да? Компания, у которой не получается конкурировать на рынок традиционных авиаперевозок, она пытается каким-то образом выделиться. Или, может быть, это компания, которая задача сократить издержки до минимальных, чтобы рентабельность увеличить, собственно? Ну, я бы сказал правильно так. Спрос рождает предложение. То есть был спрос на дешевые авиационные перелеты. Классические авиакомпании в той своей форме, которые были 20-30 лет назад, не в состоянии были предложить предложение, услуги такого рода. И на рынке появились компании, которые себя запозиционировали в новой рыночной нише. Предложение авиационной перевозки по минимально возможным тарифам, с минимально допустимым уровнем сервиса. Вот это интересно по поводу минимально допустимого. Всегда мы говорим о сервисе, да, как она берет, возможности что-то дополнительное получить. Тем более уж все прекрасно знают, в самолете-то, да, вдруг ниоткуда, что называется, появляется аппетит. Дополнительный аппетит. Уж если я лечу, если я там каким-то образом потратился, да, на авиабилет и на прочее, давайте мне по полной. Давайте мне кофе. Будешь? Буду. Не хочу, но буду. Сок будешь? Буду. Не хочу. Кушать будешь? Не хочу. Но съем, конечно. Или понадкусываю, как в том анекдоте. Ну, здесь, наверное, все идет от того, что в классическом понимании этого сервиса, то есть авиакомпании уже предложили пассажиру и кофе, и еду, и бизнес-класс. И отказаться он от этого не может. Это все уже в билете. Ну, он может отказаться, но это уже оплачено. Да, да, да. То есть можно не кушать, но еда уже оплачена. Деньги не вернутся, совершенно верно. Да, деньги не вернутся. А есть ряд людей, которые хотят сэкономить на еде, которые хотят сэкономить на напитках, которые готовы не везти с собой 30-40 килограмм багажа, а готовы путешествовать с легким рюкзачком из аэропорта, который расположен в 300 километрах от города, а не в 10 минутах езды на электричке, и эти пассажиры готовы платить за билет 50 евро, а не 200 евро, как предлагает им классическая авиакомпания. Собственно, вот эту рыночную нишу и заняли изначально перевозчики, которые именовали себя лоукостерами. Если можно, давай прям вот по пальцам, очень интересно, на чем же, ну, если, давай так смоделируем ситуацию. Есть традиционная авиакомпания, у нее много всякой всячины, там внутри то, что она предлагает, действительно, порой это и ни к чему, ну, вот жаба душит, что называется, да, поэтому приходится и это попробовать, и это попробовать, деньги-то оплачены. Так вот, на чем может сэкономить лоукостер, если вот классическая компания говорит, я хочу в нишу лоукоста уйти, что я могу отбросить, что по большому счету, да, вот, так сказать, не особо придирчивому пассажиру и не нужно? Ну, опять, здесь есть вершина айсберга и есть, на самом деле, реальные расходы, за счет которых и выживают наиболее успешные лоукостовые компании. Ну, начнем, наверное, с вершины айсберга, то, что самое популярное, то, что у всех на слуху. А, соответственно, отсутствие бесплатного питания и бесплатных напитков, все это продается. Извини, да, ты подчеркнул, бесплатного, то есть, с одной стороны, это не входит в билет, да, и ты, если не хочешь, можешь этим не пользоваться и уже, так сказать, дополнительно оплачивать. Но, если вдруг захотел, ты можешь за это заплатить. Если ты захотел, за это можно заплатить, это не стоит каких-то колоссальных денег, 5-10 долларов, евро, фунтов, в зависимости от того, какая авиаспания. Я, конечно, о чем подумал сейчас, вот это все-таки благородная позиция лоукостов, это почему? Потому что выбор она предлагает. Выбор есть, и причем иногда на борту авиакомпании те же напитки стоят дешевле, чем в кафе в аэропорту. Вот, вот, вот. Ну, и изначально, смотри, когда я у традиционной компании, я уже выбора не имею, потому что я за все оплатил, хочу я пить, не хочу я пить, все равно уже я оплатил. Оно уже есть. А здесь у меня выбор есть, да, изначально я за это не платил, а захотелось, я могу это взять, а не захотелось, и слава богу. Соответственно, экономится на питании, на напитках, экономится на аэропортовом обслуживании, а выбираются аэропорты, которые располагаются как можно, ну, я не скажу, как можно дальше от города, выбираются наиболее дешевый аэропорт. Ну да, самое главное вот это. То есть в Европе, в Соединенных Штатах, где аэропортовая сеть достаточно развита, иногда даже избыточна, всегда есть аэропорт, который расположен, ну, в разумной, на разумном расстоянии от города, где за 2-3 часа туда можно добраться. И этот аэропорт, он способен предложить намного более дешевые услуги по обслуживанию авиакомпаний, вплоть до того, что иногда бесплатные, что региональные власти, за что, собственно, многие идут целые войны с лоукостерами, то есть классические авиакомпании годами судятся с лоукостерами за счет того, что они договариваются с властями некоторых земель и территорий в европейских странах, за то, что те им субсидируют полеты в определенный аэропорт. То есть приходит Ryanair или EasyJet в какой-то заштатный аэропорт, где раньше ничего не было, строит быстровозводимый ангар, называет его терминалом, начинает туда летать. То есть вот, подожди, изначально именно вот это ключевой момент. Раньше там ничего не было вообще, там был аэропорт, когда-то, да, бывший военный аэропорт или что-нибудь еще. И это сейчас место запустит, да, пустует, никаких там ничего не происходит. Ну, либо пустует, либо оно слабо развито. То есть приходит туда авиакомпания, она заранее, она ставит свои условия, что я буду летать, если обслуживание мне будет стоить вот столько, там в 3, в 5, в 10 раз дешевле, чем в основном аэропорту. И, соответственно, показывает все возможные бенефиты и плюсы администрации данного аэропорта или властям администрации конкретного региона. Показываем, что за счет того, что они будут субсидировать авиакомпанию в этом аэропорту, туда придет большой поток пассажира, они будут зарабатывать на парах, ресторанах, на всем остальном, на вспомогательных услугах в этом аэропорте. Сразу появляется инфраструктура, так называемая, да, вокруг всего этого мероприятия. То есть появляется инфраструктура, которая позволяет... Рабочие места, опять-таки, да, если мы с властями непосредственно говорим, вот я хочу построить такую штуку, у вас там тысячи человек... Парковки, кафе, рестораны, магазины, гостиницы, которые появляются в этом аэропорту, где раньше ничего не было. То есть это вторая причина. Недорогие аэропорты, способность уменьшать расходы на мейнтенансо-техническое обслуживание. И здесь, собственно, мы приходим, наверное, уже к тому, что обычно не видно. Так, это уже не вершина айсберга, это его основание. Это уже не вершина айсберга, да, это уже его основание, пожалуй. Так, а что у нас еще есть, собственно, на вершине? Да, это питание, это аэропорты, это минимальный уровень сервиса на борту, соответственно, что на сервисе... Да-да, я читал, там нет бизнес-класса, естественно, да, там есть один класс. Есть максимальная компоновка салона, соответственно, есть минимально допустимое авиационными властями расстояние между креслами. Естественно, лоукост-авиакомпания выберет именно эту компоновку, чтобы забить самолет креслами под завязку. Вот, вот. Потом забавно еще там, ну, я так понимаю, не у всех может быть, но у некоторых лоукостеров нет нумерации мест, да, то есть кто первый, что называется, встал, того и так. То есть у Ryanair, например, нет в принципе нумерации мест, и за счет этого, во-первых, они экономят на информационной системе, то есть не нужно распределять пассажиров между местами. А второй способ, на этом еще и зарабатываются некоторые деньги, потому что пассажиры, которые хотят купить приоритетное право посадки в самолет, то есть их выстраивают в первую очередь. То есть они забегают в самолет первыми, они за это платят дополнительные, там, 5-10-20 футов, и занимают то место, которое им нравится. Опять же, им не дают номер места, но они первыми могут зайти в самолет. Добавно. Соответственно, авиакомпания экономит на багаже, то есть если классические авиакомпании позволяют везти с собой 20, а то и 30 килограмм багажа бесплатно, то лоукостер авиакомпания позволяет везти до 10 килограмм багажа, иногда 7 килограмм багажа с собой, все остальное стоит денег. То есть все, что, так называемая, ручная кладь, да, вы можете везти, а остальное заплачут. Да, ручная кладь можно везти, причем один предмет ручной клади к этому относится очень строго, то есть один рюкзак, один маленький чемодан можно с собой везти, все остальное за деньги. То есть никто не запрещает пассажиру с собой везти. Опять выбор, да? Есть выбор. То есть в конечном итоге пассажир приходит к чему? То есть чудес, в принципе, не бывает. То есть если пассажир хочет... Это надо понимать. Леш, я прошу прощения, сейчас у нас время, мы послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим нашу беседу. Итак, мы продолжим наш сегодняшний эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях у меня сегодня Алексей Иванов, директор российского представительства Авиасолюшн Групп. Мы говорим о рынке лоу-кост-перевозок в России. Ну что ж, Леш, давай продолжим. Собственно, речь шла о том, за счет чего делают лоу-костеры перевозки дешевле, дисконтируют за счет чего. Пока мы говорим о вершине айсберга. Да, продолжаем говорить о вершине айсберга. Прервались мы на том, что говорили об отсутствии дополнительного сервиса на борту. То есть самолеты всегда в максимально возможной компоновке у лоу-костеров. Достаточно большой пассажиров вместимости. То есть наиболее популярны в мире это самолеты порядка 180-200 кресел. Boeing 737-800 или Airbus A320. Леш, извини, перебью тебя. Может быть, это даже и не вершина айсберга, о которой сейчас расскажут. У меня тут неожиданно мысль пронзила. А поскольку это случилось, я держать ее в голове не смогу. Смотри, а можно говорить так, что лоу-костеры еще и дисконтируют, делают дешевле перевозку за счет того, что пользуются, внимание, как бы это покоректней сказать, устаревшим авиапарком, например? Я бы сказал наоборот. Наиболее успешные лоу-костеры как раз и работают с новым парком. То есть как раз сейчас можно, наверное, перейти к той основной части айсберга, про которую я и хотел сказать. То есть это все-таки основная часть? Да, это основная часть. То есть в мире, в принципе, большое количество лоу-кост авиакомпаний, а часть из них используют в своем флоте не самые свежие самолеты, так называемые Boeing 737 Classic. То есть, например, известная американская Southwest Airlines имеет порядка трети самолетов, которые имеют возраст порядка 15-20 лет. Сильно БУ, как у нас говорят. Сильно БУ. Сильно БУ. Но, в общем-то, наиболее успешные авиакомпании лоу-костеры, которые можно выделить две, европейские Ryanair и EasyJet, то есть два монстра лоу-костовых такие форпосты, то есть, собственно, это две авиакомпании, прибыльные авиакомпании. То есть они генерируют максимально возможную прибыль, и их, наверное, имеет больше всего, интереснее всего рассматривать. Вот эти две авиакомпании. То есть, собственно, как я говорил, то есть есть много способов, особенно с первого взгляда, как люди считают, что лоу-костер может снизить издержки, это летать в дешевый аэропорт, не кормить на борту, убрать бизнес-класс, убрать даже шторки на иллюминаторах, как Ryanair делает. Но, на самом деле, это позволит в конечном итоге снизить, ну, может быть, 8-10% от стоимости билета. Еще где-то я прочел, что стюарды, да, на этих бортах, они же и уборщики, они же и билеты проверяют. Ну, они все делают, то есть максимально возможное пытаются использовать труд стюардов. То есть еще эти авиакомпании, естественно, все свои продажи ведут через интернет-сайты, то есть минимизируется порядка 5-7% расходов на агентские услуги, то есть никаких агентств, никаких-то авиаказ, то есть исключительно веб-продажи через интернет, кредитные карточки. Ну, потом электронные билеты, это значит, бумаги нет, тоже дешевле, да. То есть и билета как такового нет, то есть буквально какой-то там корешок бумаги без места, без всего, который пассажир занимает первое попавшееся место в самолете, до которого он добежал. Но, на самом деле, это все позволяет экономить, может быть, 10-12% от стоимости билета, то есть сэкономить те 20-30-40%, на которые, собственно, лоу-кост авиакомпании дешевле классических, это не даст. То есть и по какому пути в свое время и пошли вот эти две авиакомпании, EasyJet и Ryanair, которые вот наиболее прибыльны и как бы флагманы этого рынка. То есть они оказались, можно так сказать, в нужное время, в нужном месте. То есть... Это всегда важно, кстати, для успешного бизнеса, несмотря ни на бизнес-план никакой, несмотря на личные качества, еще, конечно, вот и чтобы повезло. То есть им можно сказать, что им повезло. То есть основной способ, с точки зрения экспертов, и мы в нашей компании также думаем, то есть за счет чего вылез Ryanair и за счет чего вылез EasyJet. То есть были времена кризиса в авиационной отрасли, 2001-2002 год, и, соответственно, в этот же момент Ryanair размещает гигантский, колоссальный заказ на самолеты Boeing 737-800. И вот 200 самолетов заказывает Ryanair у Boeing в тот момент, когда авиакомпании в массовом порядке отказываются от уже заказанных самолетов. Никто как бы не может озвучить точные цифры, но по информации экспертов, самолеты были куплены Ryanair порядка, наверное, в два раза дешевле, может быть, за 60% от реальной рыночной стоимости этих самолетов. И, собственно, к чему это привело? То есть авиакомпания, бизнес-модель авиакомпании заключается в чем? То есть новые самолеты эксплуатируются до момента, когда на них наступает первое дорогостоящее техническое обслуживание. То есть в зависимости от налета это 8, 10, 11 лет эксплуатации. То есть авиакомпания летает на новых самолетах, инвестируя минимальные возможные деньги в техническое обслуживание. То есть я не говорю о том, что самолет плохой. Нет, просто его первый серьезный ремонт приходит через 10 лет. Вот 10 лет она на нем летает, дальше она от него избавляется. То есть самолеты были куплены по очень дешевой цене, 10 лет авиакомпания на них летает, и в момент, когда проходит 10 лет, авиакомпания их продает по цене дороже или по сравнимой цене, чем она их купила. И таким образом мы приходим к тому, что авиакомпании 10 лет бесплатно пользуются самолетами. Еще и в наваре осталось. Да, может быть еще и в наваре останется. То есть получается, что это дает 10, а может даже 15 процентов экономии по сравнению с другими, с классическими авиакомпаниями, которые покупают самолеты по рыночной цене. То есть аналогичная ситуация была у Изиджета. То есть Изиджет в свое время получился колоссальной скидкой самолета Airbus A319. Никто не думал, что можно сделать бизнес на самолетах A319. То есть считался классикой самолет A320, порядка 180 кресел. И самолет 737-800 Boeing, тоже 189-190 кресел, на котором летает... А 19-й там меньше посадочных мест? А 19-й там 150 кресел. И, соответственно, эта модель у Airbus была менее популярна, и она продавалась хуже. И Airbus таким образом сделал своеобразную рекламную акцию по продвижению своей модели A319. То есть, опять же, где-то за половину стоимости было продано 120 самолетов A319 Изиджету. Была выпущена специальная модификация, которая называется A319 Изиджет. То есть это такой автобус с крыльями. То есть минимально возможная комплектация, и нет ничего. То есть, как я говорил раньше, там в самолете нет никакого сервиса. Вплоть до того, что система развлечений убрана. Никаких мониторов, никаких телевизоров. То есть только минимально допустимое... Только кресло и система, аудиосистема, чтобы проводники разговаривали с пассажирами, чтобы было слышно. Ничего больше. То есть минимальная комплектация, чтобы максимум пассажиров туда впихнуть. И, собственно, вот это позволило Airbus промоутировать свой продукт A319, увеличить продажи. А Изиджет взял эти самолеты с максимальной скидкой. И, опять же, через 10 лет их будет продавать по цене дороже, чем они купили в 2004 году. Ну, смотри, можно говорить, что это вот действительно случай просто. Вот это случай. Это же стратегическая такая задача была, что давайте сейчас купим дешевле, потом продать дороже. Это случай, который позволил сформировать вот такую вот рыночную нишу. Потому что следом за этими компаниями пошло много других. Но, собственно, все... Но у них такой возможности уже не было. У них такой возможности не было. Они купили самолеты по рыночной цене, и мы видим, что они теряют деньги. То есть есть Изиджет и Ryanair, которые зарабатывают колоссальные прибыли. И есть Vizere, который идет следом за ними, но до сих пор в убытках. Потому что Vizere самолета покупает по рыночной цене, ну, может, с определенными скидками, но все равно по рыночной цене. И то есть он не может себе позволить такие расходы, как позволяет Изиджет. То есть есть Air Baltic, есть Fueling, есть Air Berlin, которые, опять же, покупают самолеты по рынку. И они... То есть их расходы априори выше, процентов на 10, а то и на 15. Соответственно, вот куда уходит вся возможная прибыль. Вот куда уходит прибыль. Но с другой стороны, да, мы еще раз говорим, ребятам повезло. Все остальные, да, дышат им в затылок, но... Все остальные пытаются повторить то, что они сделали. Что можно, они повторяют. Они летают в дешевые аэропорты, они не кормят на борту, они не оказывают никакого сервиса на борту. Но вот, к сожалению, вот этот вот момент с новыми самолетами они повторить не могут. Ну, значит, они ищут какие-то другие способы. Они ищут другие способы, то есть они продолжают, я думаю, все эти авиакомпании пытаются договариваться с авиационными производителями, с Boeing и с Airbus о скидках. Возможно, они какие-то скидки тоже получают, но тех колоссальных скидок, которые были вызваны моментом, они получить не могут. То есть, другими словами, если я правильно понял, вот то основание айсберга, да, о котором мы говорили, о вершинке мы поговорили, там все это перечислили, а основание айсберга все-таки лежит именно на том... Основание айсберга как раз лежит в том, что это были очень дешевые самолеты, и плюс они были новые, что позволило сильно сэкономить на их техобслуживании. Также вы покупаете новую машину, вы ездите на ней пять лет, вы ее не ремонтируете. Да. Здесь то же самое. Я понял. Здорово, здорово, здорово. Хорошо. В этом случае резонный вопрос, Леша, смотри. Значит, в качестве примера Америку мы вспомнили, да, Европа, два гиганта и остальные, там, может быть, не совсем сопоставимые, но тем не менее. В России, в России представлен этот рынок, есть ли здесь российские игроки, как говорят, да, российские компании, или это филиалы, ну, как вот в твоем случае, да, каких-то зарубежных компаний. Здесь вообще есть рынок в России, у нас есть сейчас рынок лоукост-перевозок? В России сейчас лоукост-перевозок, перевозчиков в классическом понимании, которые летают внутри России, нет. То есть были прецеденты создать такие компании, был Sky Express, успешно почивший и Авианова, которая была, наверное, более, наиболее близка к модели лоукост-перевозчика, но, к сожалению, тоже закрылась. В данный момент нет ни одной. Успешно почивший. Если позволишь, да, на две части этот термин разбил бы. Успешно. Он был успешным в бизнесе? Или он почил успешно, так ничего особенного и не заработав? Правильнее, наверное, сказать, он почил успешно, так ничего и не заработав. Не, не, ну нормально, нормально. То есть он так ничего и не заработал. То есть и в конечном итоге вынужден был закрыться. То есть сейчас в Россию летают иностранные лоукост-перевозчики. В Россию только что начал летать EasyJet. Летает Air Arabia из ближневосточного региона. Летает Fly Dubai. Летают, ну, скажем так, квази-лоукост-перевозчики. Это Air Baltic и Air Berlin. В чем, вот, в чем причина? Почему российский, да, ну, идея, она же не на ровном месте была основана, в конце концов. Идея наверняка все-таки заимствована очень часто и в данном случае наверняка западных. То есть модель-то как бы известна. А почему вот этот парень, который успешно почил, что называется, да, он не смог поднять этот бизнес? А ребята приходят к нам из-за границы и они каким-то образом здесь живут. Ну, они не живут внутри России. То есть иностранным перевозчикам внутри России летать запрещено. В России могут летать только российские авиакомпании. То есть как только они приходят сюда, возникает масса припонов, которые характерны только для российского рынка. Которые вызывают достаточно большие дополнительные расходы у российских авиакомпаний, чего нет у иностранцев. А первое, что как бы один из апологетов бизнеса лоукост, это альтернативные аэропорты. В России нет альтернативных аэропортов. То есть возьмите в Москве, в Москве из Шереметьево, Домодедово, Внуково, они все основные. И нельзя прийти куда-то и попросить бесплатное или очень дешевое аэропортовое обслуживание. Аэропорты все загружены. А вот какой-нибудь Быково, да, но оно может не так далеко? Ну, оно практически не функционирует. То есть его уже настолько застроили жилыми домами, что оно не функционирует. То есть ходят разговоры, тот же ЮТР планирует развивать Астафьево в Тульской области. Но пока это только разговоры. То есть вот в данный момент нет реально пассажирского аэропорта, куда можно прийти и начать летать. То есть есть как бы разные идеи, которые... А вот такой подход, о котором ты рассказывал, ну, пример американский, да, лоукост или европейский, да, как ты приводил, что вот приехали ребята, говорят, местные администрации, сейчас мы вот этот аэропорт отремонтируем, давайте договоримся о том, как он будет функционировать, и вам хорошо, и нам хорошо. У нас такая идея, в принципе, невозможно. Ну, идея, теоретически она возможна, веяние на рынке есть, то есть люди пытаются что-то реализовать. Вот я упомянул ЮТР, который ходит с идеей создания лоукост-авиакомпании в Тульской области, в тамошнем аэропорту. То есть, возможно, из этого что-то получится. Дай бог, сейчас мы прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня тема, у нас замечательная тема, многие, может быть, да, многие в первый раз услышали о существовании подобных терминов. Мы обсуждаем рынок лоукост-перевозок и говорим о том, что подобный рынок может существовать и в России. Его, на самом деле, как вот мой гость только что сообщил, его нет пока в России, или, как минимум, эту услугу оказывают иностранные перевозчики. Сейчас мы более детально об этом как раз будем говорить. Я еще раз представлю гость сегодня Алексей Иванов, директор российского представительства «Авиа Солюшн Групп». Вот, и обсуждаем мы вот эту самую историю, связанную с лоукост-перевозками. Уважаемые слушатели, я напоминаю вам. Телефон в студии 6510-996, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы, Алексей, он на них обязательно ответит. Что ж, Леш, вот очень интересная эта история. Всегда мы, ну, это логично, да, мы говорим о каких-то мировых тенденциях, веяниях, о идеях, которые приходят к нам сюда на нашу, извини, может быть, ты со мной не согласишься, и тем не менее на нашу благодатную почту российской действительности. Но не всегда, к сожалению, сразу, да, созревают эти ростки, которые в эту почву бросают. Вот и сейчас речь о том, что лоукост пока, да, среди российских перевозчиков, в крайней мере, не приживается, не наблюдается у нас, так сказать, отечественных лоукост-перевозок. Это связано, ну, и дальше мы с тобой начинаем, да, рассуждать, связано с отсутствием инфраструктуры. Да, мы как раз прервались на отсутствие инфраструктуры. То есть спрос колоссальный присутствует у нас в стране. У нас есть колоссальный пласт людей, которые готовы летать по тем тарифам, по которым летают перевозчики в Европе на сравнимое расстояние. То есть в России есть большой рынок, большое количество людей, которые хотели бы летать, но у них нет такой возможности. То есть не представлены лоукост-авиакомпании. Как раз я начал рассказывать про отсутствие альтернативных аэропортов. То есть нет у нас аэропортов в России, куда авиакомпания могла бы прийти и начать летать. То есть вот те лоукостеры, которые пытались строить этот бизнес, авиановы пытались строить бизнес, они как раз пробовали раскатывать аэропорты, которые, ну, немножко с натяжкой можно было называть альтернативными. Например, в Ульяновске они начали летать. В Ульяновске военный тоже тогда? Не военный, там завод, авиационный завод, там есть большая полоса. Полоса, да, и туда не летали гражданские самолеты, туда летали только технические рейсы. А авианова начала летать туда. То есть вот как бы с натяжкой можно это назвать альтернативным аэропортом. Но это все равно, да, не срослось, тем не менее. Ну, в этом, то есть тут бизнес-кейс был успешный, но в остальном случае в других городах альтернативных аэропортов не было. То есть ты приходишь в аэропорт, он один, и ты ему говоришь, я хочу скидку. Он тебе говорит, а почему я тебе должен давать скидку? Ради чего? За то, что ты такой красивый, мне и так все хорошо. Не хочешь, не летай. Хочешь, летай. Пожалуйста. Это наш подход. Это подход наш. Альтернативных аэропортов нет. Дальше мы приходим к тому, что колоссальные сложности с ввозом и эксплуатацией западной техники здесь, в России. Собственно, российской авиационной техники нет. То есть, несмотря на все старания наших властей по защите и установлению барьеров, барьеры-то установили, а техника российская так и не появилась. То есть, соответственно, самолеты западные надо протаскивать через эти барьеры, особенно в период существования лоукостеров в России, той же авиановой и Скай-экспресса, они были вынуждены платить пошлины, 20-процентные пошлины за ввезенные сюда самолеты. То есть, автоматом стоимость услуг повышалась. То есть, мало того, что они по рынку берут, да, и еще плюс 20% за пошлины. И мы сразу вспоминаем пример, который успешный, да, европейский. Ребята взяли вообще бесплатно. Они взяли в два раза дешевле самолета, то есть, они их продали по той же целебе, которую купили. А у нас наоборот, надо на 20% пошли взять самолет. То есть, сейчас это, слава богу, немножко решился этот вопрос. Но, опять же, есть вот самый интересный для лоукостера сегмент, это 180-200 кресел. То есть, этот сегмент до сих пор защищен таможенными пошлинами. То есть, если ты ввозишь самолет с бизнес-классом, у него будет меньше 180 кресел. Он пройдет без пошлин. Его можно ввести во временный ввоз без пошлин. А если ты хочешь его напихать, как автобус, креслами 180-190, как вот летает Ryanair, например, ты уже ровно попадаешь в тот же сегмент, в котором нужно платить пошлины. То есть, и Авианова с этим боролась. А кто, это наши ребята пошлины устанавливают? Это наша российская таможня устанавливает пошлины для поддержки отечественного самолетастроения, в частности, самолета МС-21, который, дай бог, год через три только появится. Но пошлины есть уже сейчас. То есть, и Авианова летала, то есть, они вытаскивали несколько рядов кресел из самолета. То есть, самолет летал с таким этим, с такой маленькой прихожей, с дырочкой, где не было ничего. И возили в воздух, вместо того, чтобы возить пассажиров и зарабатывать на этом дополнительные деньги. Гениально. Гениально. Пилоты. Следующий шаг, к чему мы приходим. Пилоты. То есть, в России дикий недостаток пилотов. То есть, за счет того, что в 90-е годы развалилась система подготовки пилотов, ее сейчас начали создавать, но займет еще там 3-5 лет подготовить достаточное количество пилотов. То есть, сейчас колоссальная нехватка пилотов. То есть, провал как демографический. То есть, реально, демографическая яма, летать некому. То есть, авиакомпании бегают друг у друга, переманивают пилоты. Зарплата в России, наверное, уже раз в два больше, чем в Европе. Но проблема в том, что иностранцы сюда прийти не могут. По нашим российским законам может летать только российский гражданин с российским паспортом. То есть, даже русскоязычные, бывшие граждане Советского Союза, даже русские по национальности из Казахстана, Украины или еще откуда-то не могут прийти, потому что они должны являться гражданами России, чтобы летать в российских авиакомпаниях. За счет этого зарплата у пилотов колоссальная, и сдержки высокие. То есть, авиакомпании не могут сэкономить. Мне почему-то показалось сразу, логично было в этой ситуации предложить им вариант, как наши футболисты, да, ну или спортсмены иногда. Берешь российское гражданство, все, и ты играешь за отечественные клубы. Ну, российское гражданство получить достаточно долго. То есть, может быть, известному футболисту его дадут быстро, потому что он известен. Но если это обычный пилот... Особенно известному артисту. Да, известному артисту он может получить быстро. А тут займет там лет пять, чтобы получить это гражданство. Пилот не захочет. Он пойдет куда-нибудь в Китай и будет летать там за те же самые... Что самое интересное, да, если даже предположить, что там те же самые проблемы, но там почему-то они решаются. Они решаются, потому что все понимают, это проблема, и надо решить. Как это сделать? Вот так. А мы же знаем, вот, я вот убежден, что ребята, о которых мы сейчас вспоминаем, на таможне ли, где-то в других, так сказать, да, у рулях, которые стоят, они же понимают, что это проблема, что ее надо решать. Ну, тем не менее, ее не решают. Ну, она проблема для авиакомпании, а для таможни-то это не является проблемой. То есть, для тех людей, кто должен ее решать, это проблемой не является. А у нас все хорошо, не хотите, не летайте, да, как вот... Да, не хотите, не летайте. Профсоюзы пилотов считают, что у нас достаточно пилотов, то есть нам не нужны иностранцы, потому что они же защищают, как бы, уровень зарплат, который автоматически упадет, как только сюда придут иностранцы. Гениально, гениально. Поэтому. Большая тоже проблема в России, опять же, почему не уже не получается успешно оперировать как лоукостером, так и остальным авиакомпаниям, таможенные барьеры на ввоз компонентов. То есть, колоссальные сложности ввести запасные части для самолетов. Самолет сломался, то есть, во многих странах, в Европе, в Америке, то есть, действует вообще так называемый постфактум декларирования. То есть, ты привозишь запчасть, ты ее забираешь сразу из таможни, но у тебя есть обязательство потом ее задекларировать. Естественно, каждый человек этого сделать не может. Потому что это естественно, да? Самолет-то стоит, он должен работать, конечно. Пока я эту декларацию оформлю, тем более, опять-таки, мы вспоминаем. Даже если она электронная, все равно пока ее оформим. У нас нет, то есть, у нас пока ты ее оформишь, пока ты заберешь запчасти из таможни, а не дай бог в таможне выходной. То есть, если мы возьмем не Москву, а какой-то провинциальный город. Или праздник, праздничный день. Да, праздничный день, то есть, майские праздники вот у нас на носу где-то. Две недели, да. Две недели никто работать не будет. Бизнес встал весь. Бизнес встанет, самолет будет стоять две недели. То есть, у тебя самолет сломался, отказался какой-то агрегат. Ты его привез из Европы с большими затратами, может быть, там за 24 часа привез сюда, и дальше он будет неделю лежать. А самолет будет стоять. Но если тебе повезло, ты с другого самолета снял или где-то в России нашел эту запчасть, ты полетел. На разборки, на разборки. Есть у нас самолетные разборки. Ну, в России нет, но как бы это достаточно популярный бизнес, абсолютно легальный, успешный бизнес, собственно, как бы наша компания точно так же занимается. То есть, если есть эта запчасть, то взял, но если ее нет, самолет у тебя стоит. То есть, вместо того, чтобы летать там 14 часов в день и приносить тебе деньги, зарабатывать деньги, он стоит и теряет деньги для тебя. А ты еще вынужденный с пассажирами как-то заниматься, пассажирам надо заплатить, их надо разместить в гостиницах. То есть, опять же, достаточно сложное российское авиационное законодательство, пассажирам надо заплатить компенсацию, их надо разместить в гостинице. Это все на плечи компании ложится. Это все на плечи компании, то есть, компания должна это сделать. То есть, лоукостеры в Европе этого не делают. Опять же, большой препон возвратные билеты. То есть, в мире возвратных билетов нет. То есть, соответственно, ты покупаешь билет на лоукост авиакомпанию, ты изначально знаешь, что он дешевый, но он не возвратный. Именно потому что он лоукост В классических авиакомпаниях Просто можно купить билет возвратный И можно невозвратный, они стоят разные деньги В лоукост он всегда невозвратный То есть ты купил, он недорогой, но вернуть его нельзя То есть если ты покупаешь его за полгода Он стоит тебе там 30 евро Но ты знаешь, что если ты не полетишь, все, твои 30 евро плакали То есть в России ты пошел и вернул это Может быть не сразу, мучительно, больно Но вернул Потратил на все это дело еще 300 евро Но главное, что ты По закону ты можешь вернуть Авиакомпания находится в ситуации, когда и трудно прогнозировать Свои финансовые потоки Потому что вдруг завтра случится в каком-нибудь городе землетрясение И все пассажиры, которые туда собирались лететь Прибегут и заберут свои билеты обратно А авиакомпании уже лететь-то надо Расходы-то есть, а доходов не будет Соответственно вот тоже большой препон Со стороны авиакомпании И ряд других препонов Которые опять же мешают Эффективно функционировать Лоукост авиакомпаниям здесь Ну в том числе и то, что нет возможности Купить большое количество новых самолетов По очень хорошей цене И собственно уменьшить таким образом Стоимость перевозок Смотри, вот если посмотреть там В недалекую, ну а может в среднесрочную перспективу Вообще есть надежда, что Ну как минимум наш отечественный автопарк Авиапарк, извини Появится и будет удовлетворять Ну Запросом лоукост перевозчиков Я уж не говорю там Ну надежда в общем-то всегда есть И если в России состоится производство самолетов Которые смогут успешно летать И их можно будет успешно эксплуатировать А то почему нет То есть как я говорил Изначально было Все считали, что классическая модель лоукоста Это 190-180 кресел Boeing 737-800 Или аэробус А320 Потом аэробус продемонстрировал На примере Изиджета Что можно на 319 аэробусе Который на 30-40 кресел меньше Точно так же успешно летать И зарабатывать деньги И в принципе никто Не спорит, что и на самолете Меньшей вместимости В принципе тоже можно зарабатывать деньги То есть в России сейчас сложилась Уникальная ситуация То есть у нас есть Производитель самолетов Есть самолет сухой суперджет Который выходит на рынок Собственно его надо рекламировать Его надо продвигать Каким-то образом Он мог бы кстати Именно в этот сегмент занять Он мог бы заполнить эту нишу То есть в принципе он мог бы С определенными условиями Он мог бы занять эту нишу Но мы приходим к тому Что цена на него Должна быть соответствующая То есть как если Airbus EasyJet покупал По 19 миллионов При среднерыночной стоимости Где-то 35 А то соответственно По экспертным данным При стоимости Суперджета в 25 То есть если бы его ГСС Производитель самолета Продал например 100 самолетов По 15-14 миллионов долларов Какой-то одной авиакомпании Пусть не сразу То есть по 5-10 самолетов в год Они бы выбрали этот заказ Но это был бы твердый контракт Без возможности отказа С серьезными авансами Соответственно Тогда авиакомпания Получила бы дешевый самолет А производитель Загрузил бы свои Производственные мощности Развил бы производство Запустил бы весь этот процесс Соответственно Разрекламировал Таким образом Этот самолет доказал Не только российским Но и зарубежным Авиакомпаниям Что на нем можно Нужно летать И можно зарабатывать деньги Таким образом И соответственно Привлек бы себе Дополнительных заказчиков А лоукостер За счет эксклюзивных Прав на этот самолет За счет дешевой цены Он бы через 10 лет Продал по той же цене А сейчас бы зарабатывал На нем деньги Но помимо того Что нужно на него Снизить цену Существенную дать скидку По сравнению С каталожной ценой Нужно еще наладить Техобслуживание То есть сейчас Вот по слухам Как раз Новый самолет Суперджет То есть он страдает От отсутствия запчастей От отсутствия Центров технического Обслуживания То есть если Производитель решит Эту задачу То есть наладит Склады запчастей Везде где нужно Не говорю где можно Но везде где нужно Авиакомпания То есть наладит Центр технического Обслуживания Чтобы они были бы Здесь рядом Под боком И по соответствующей цене Запчасти есть Техобслуживание Есть пилоты Есть Если цена соответствующая То можно на этом Организовать успешный Бизнес лоукост Очевидно Кстати я почему-то подумал Что наверное это тоже В какой-то степени Такой российский Оттенок что ли Российская особенность То есть делается продукт Конечный продукт Для продажи Да Но не о запчастях Не о способах Ремонта этого продукта Почему-то не подумали Ну продукт построили А дальше как бы Пускай покупать Трава не расти Пускай покупатель думает О том как его ремонтировать Совершенно верно То есть вам нужно Да опять Вы летаете Вам нужно вы летаете У аэрофлота Половина парка Суперджетов стоит Потому что нет запчастей Ну их просто нет То есть одни самолеты С одних самолетов снимают Вставят на другие И самолет полетел Ордак Ой беда Ладно Значит у нас в очередной раз Новости на Финам.фм Мы их слушаем А потом отвечаем на вопросы Которых множество Итак друзья Вот так вот Как всегда Собственно это случилось Время программы Практически на исходе Осталось у нас Последние 12 минут И мы С Алексеем здесь за эфиром Решили что будем сейчас Исключительно отвечать на вопросы Ну а если останется время Собственно еще Есть о чем поговорить Напомню Мы обсуждаем рынок Лоукост перевозок В России По сути в России Это и нет В гостях я представлю еще раз Алексей Иванов Директор российского представительства Авиасолюшнгрупп Ну и К вопросам Итак Спрашивает Иван Работаю в туроператоре Билеты на сибирские авиалинии Для туристов Москва-Мюнхен Стоят 200 евро Мы берем 80 евро Получается Мы зарабатываем И Сибирские Авиалинии Да Не летают в ноль Или в минус Как менеджер Меня это устраивает Как менеджер Меня это устраивает Это моя прибыль Но как человека Нет Почему нельзя продавать Все места По такой цене Тогда летать будет Больше людей Вот так рассуждает Иван Согласен ты с этим Нет Ну я не смогу С этим согласиться Как бы Говоря про сибирские Авиалинии Имеется ввиду Наверное Севен Аирлайнс То есть Основной ответ На этот вопрос Будет Есть опт Есть розница Когда вы в турагентстве Покупаете билеты По 80 евро Вы покупаете Это не лоукост Это не лоукост Это классическая Это просто опт Это опт Вы покупаете Большой блок мест Туда летит самолет 150 или 180 кресел Вы покупаете Сразу 50 или 100 Билетов на этот рейс Или может быть Даже 20 Но по 80 евро Вам не продадут 20 билетов Один раз На один рейс То есть Вы наверняка В турагентстве Заключаете Долгосрочный контракт На полгода вперед Что каждый день На определенном рейсе Вы покупаете 20, 50 или 100 Билетов По такой цене И Севен Аирлайнс Это будет вполне устраивать Я не готов сейчас Комментировать уровень цен 80-200 Дело не в том Что это СССР В принципе В принципе Как бы авиакомпанию Это устроит Потому что она продаст Она обеспечит Гарантируемый объем То есть Как минимум Это не ниже себестоимости А плюс Весь салон Вам все равно Не продадут Останется какое-то Количество мест Которые продадут По 200 евро Людям Которым нужно завтра Лететь в командировку Они даже по 300 евро Купят билет Потому что им надо И соответственно На этом авиакомпания Заработает прибыль А ваши 80 евро Или долларов Что вы сказали Это будет гарантированный Возврат костов Затрат Все правильно То есть это как бы Еще раз я повторю Для Ивана Что клоукост Все-таки это не имеет Никого отношения Это такой Это опт Классический оптовый Опт и розница Еще вопрос от Сергея Ну тоже Какие гипотетические У него предположения Я так понимаю Что мешает открыть фирму В Европе И делать дешевые перелеты Оттуда сюда А не отсюда Оттуда То есть я так понимаю Что ну Мы говорили сегодня Да и Неоднократно говорим Что многие вещи В России Сложнее создавать Вот Поэтому вот я Так думаю Что Сергей нашел способ Как эти риски Значит минимизировать Давайте в Европе Откроемся Сам все создадим И будем заниматься Тем же самым Но как бы Не отсюда туда Оттуда сюда Ну как говорил Матроскин Для того чтобы продать Что-то ненужное Надо сперва купить Что-то ненужное Чтобы пролететь Оттуда сюда Надо сперва Отсюда туда Как-то добраться То есть поездом Пароходом Автомобилем Или тем же самолетом Ну а если серьезно То на самом деле Между Россией И всеми европейскими странами С каждой страной В отдельности Существует Межправительственное соглашение О воздушном сообщении То есть и нельзя Просто так создать Авиакомпанию И начать летать Оттуда сюда Или отсюда туда То есть для этого Нужно чтобы тебя Включили В межправительственное соглашение Что само по себе Долгая и мучительная процедура А с учетом Лоббизма Крупных авиакомпаний Которые уже летают На этом направлении Попасть сюда Можно сказать Нереально То есть поэтому Создать-то авиакомпанию Можно Но полететь Не получится То есть можно Создать ее в Германии Летать внутри Германии Или внутри Евросоюза Потому что там Открытое небо А в Россию Вас не пустят То есть за исключением Того что если Вы может быть Создадите авиакомпанию В Лумумбе И будете летать Оттуда в Россию Ну вопрос Где вы возьмете Пассажиров Которые будут хотеть Летать из России В Лумумбу Или из Лумумбы В Россию Это хорошая идея Я сейчас задумался По поводу Лумумбы Как минимум Патрис Лумумба Он точно будет Летать оттуда сюда И отсюда возвращаться Один пассажир Уже гарантирован 80 евро Можно ему Билет продать Еще один вопрос От Ивана Значит Иван Забочен Да Абсолютно На мой взгляд Резонно Забочен Топливом Вот он пишет Оптова Солярка Ну керосин Видимо так это называют В случае Авиаперевозок В России Стоит не очень дорого Оптова Заправить самолет Получается не очень дорого А топливные сборы Иногда превышают Стоимость билета Почему так Леша Ну вопрос Что такое Очень дорого И не очень дорого Это вопрос условный То есть конечно Нужно цифрами оперировать Но во первых Первый комментарий Что Есть ли понимание Что керосин и солярка Которые заправляют КамАЗ Авиационный керосин Которым заправляют Самолеты Две большие разницы Как говорят в Одессе То есть соответственно Авиационный керосин Особенно в российских Аэропортах Где очень часто Является монопольный Один единственный Монопольный Топливозаправочный комплекс Он стоит дороже Иногда даже дороже Чем в Европе То есть были В недавней Российской истории Было очень много Случаев Когда керосин В европейских Аэропортах Стоил дешевле Чем в Москве Мы опять вспоминаем О том Что мы Все таки Нефтедобывающая Страна Мы может быть И нефтедобывающая Страна Но почему-то Авиационный керосин У нас стоит дороже Чем в Европе Были случаи Что самолет Заправлялся По минимуму Летел в Европу Там заливался Под горлышко Возвращался сюда И привозил сюда Керосин И то Это мы говорим Про европейские аэропорты Про Москву А если мы возьмем Сибирь Или северные аэропорты Куда существует Северный завоз То там керосин Будет стоить Еще и в два раза дороже Потому что Его туда можно завести Только в летний период Два месяца на баржах А дальше он туда Никак не попадет И себестоимость Стоимость этого керосина Там еще намного выше То есть никуда Мы здесь не денемся И к сожалению Топливо авиационное У нас очень дорогое Может быть Когда разовьется конкуренция Оно будет дешевле Но пока еще Вопрос конкуренции Вот-вот Разовьется ли она Потому что опять Ты вспомнил О монополистах Во многих аэропортах Топливозаправочный комплекс Один То есть он тебе назначает цену Ты никуда не денешься Тебе же нужно летать Тебе нужно летать Керосин в кармане Ты не пронесешь А даже если ты захочешь Создать альтернативного Топливозаправочный комплекс Тебе создадут Все возможные барьеры На пути его создания И вновь надо говорить О российской действительности В данном случае Еще один вопрос Леш Есть ли Прашивает Иван Есть ли в одном Ну я так добавляю Не очень корректно Звучит вопрос Есть ли хотя бы В одном государстве мира Спонсирование лоукоста То есть дотации некие Или государственная поддержка Может быть Ну еще один комментарий К предыдущему вопросу Насчет российской действительности Керосина То есть в принципе Это не только российская действительность То есть наша группа работает В ряде европейских стран В Польше В Италии например У нас есть Мы оказываем услуги По заправке топлива Мы на самом деле Тоже колоссальная Административные барьеры На пути входа в аэропорт То есть Это только кажется Что в Европе Свободная конкуренция Везде можно пойти И начать новый бизнес Ничего подобного То есть Опять же Есть колоссальные Административные припоны И нельзя просто так зайти То есть Мы как бы Использовали Свою собственную авиакомпанию Чтобы продавить И заставить Аэропортовые власти Данный конкретный аэропорт Разрешить нам Заправлять В данном аэропорту И то только Свою авиакомпанию Значит практически Навязываются услуги Единственного монопольного заправщика Например в Польше Так происходило Или в Италии Так происходило Поэтому Россия Здесь в общем-то Не уникальна Ну ты знаешь Это мало успокаивает Хотя я знаю людей Которые Обычно так Ну наполняются Оптимизмом Они говорят У меня так все плохо А потом посмотрят На соседа О а у него еще хуже И это их Почему-то радует Ну да Собственно красить Это не красит Нашу действительность Но Комментарий был в том Что в других Есть ряд стран В том числе европейских Где не сильно лучше Ну а теперь Переходя к вопросу Про субсидирование То есть в начале Нашей беседы Я уже говорил Что как раз Такое субсидирование Иногда и происходит Правда в скрытых формах То есть естественно Никто не датирует И не субсидирует Перевозки Как например Это в России происходит С перевозками на Дальний Восток Когда российское правительство Впрямую субсидирует И компенсирует Авиакомпаниям Часть затрат На авиационные перевозки Для увеличения Транспортной доступности Регионов и населения В Европе нет Но это происходит Некими скрытыми способами Что территориальные власти Альтернативного аэропорта Который находится далеко И который не развит Они датируют Всевозможными образами Этот аэропорт Создают вокруг него Инфраструктуру То есть датируют Создание инфраструктуры И за счет этого Аэропорт способен Предложить очень дешевое Аэропортовое обслуживание Лоукост авиакомпании И таким образом Происходит скрытое Датирование Самой этой авиакомпании И в общем-то есть даже Как бы идут Длительные судебные слушания Между классическими перевозчиками И лоукостерами Как раз из-за этого Что в ряде регионов И в ряде европейских городов Ты второй раз сейчас об этом говоришь Если можно поподробнее По поводу Чем недовольна классическая компания Классическая компания Недовольна тем Что администрация региона Таким образом Скрыто датирует Понятно То есть она создает Некие преференции Она создает преференции Она создает неравную конкуренцию И собственно Да В основании иска Именно это претензия Создание неравной конкуренции Создание неравных условий Конкурирования Между двумя авиакомпаниями За счет того Что скрыто Датируется этот аэропорт Но как бы Суды-то идут долго То есть очень трудно доказать Потому что авиакомпания Это деньги не получает Получает аэропорт То есть в аэропорт Построили новую дорогу Ну трудно доказать Это дотация авиакомпании Или нет А за счет того Что туда появилась новая дорога Туда можно заехать За 30 минут А не за полтора часа И дополнительные пассажиры Потянулись к лоукостеру И точно так же Построили гостиницу Построили новый Аэровокзальный комплекс Там практически бесплатно И не берут за это деньги С авиакомпании Вот таким образом То есть есть куча механизмов Вот такого вот Скрытого субсидирования Ну нам как конечным потребителям Это даже и на руку Конечным потребителям Пассажирам это на руку Потому что таким образом Ты можешь получить Более дешевый билет За счет того Что расходы авиакомпании ниже Вот ты сейчас упомянул Это наверное тоже Одна из глобальных проблем России Ну в плане перевозок Упомянул проблем Дальнего Востока Ну действительно Страна у нас огромная И абсолютно Расстояние да неизмеримое И билеты невообразимо стоят Я где-то в интернете читал Что из Москвы добраться До Владивостока того же До Комсомольского Бешеные деньги Государцы как ты говоришь да Датируют перевозчиков В данном случае Чтобы они Так сказать Более дешевый билет предлагали А мог бы Мог бы Вот рынок Лоукост перевозок Как раз Создать Некую Некую Новую действительность Чтобы Вот это Расстояние Да Преодоление Уже начинает Работать Совершенно Другая экономика Другие типы Воздушных судов И в них Лоукостеры Пока еще не функционируют А на счет Дальнего Востока Позволю себе не согласиться Часто билет из Москвы В Владивосток Стоит дешевле Чем билет из Урюпинского В Владивосток Который там находится На расстоянии Может быть тысячу километров От этого Владивостока То есть проблема России сейчас в том Что региональные Перевозки Бешено дорогие То есть очень часто Билеты На За Уралом На региональные Перевозки В местах Где можно добраться Только авиационным транспортом Перевозка Между двумя регионами Очень дорогая Иногда дешевле лететь Через Москву Чем напрямую Между двумя регионами А с чем это связано Кстати Связано с тем Что практически умер У нас сегмент Региональных перевозок Достаточно мало Эффективной Региональной техники Инфраструктура В плачевном состоянии Находится Самолетов мало Ну то есть условно говоря Да вот есть перевозчик региональный У него там один самолетик Да У него там не очень хорошо Вокруг И он говорит Дай-ка я сейчас отвезу ребят Но мне придется Для того чтобы отбить Все эти деньги Мне придется Из них вот такой вот То есть у него Очень много Административных затрат То есть аэропорт Который Пассажиру надо лететь Из села Урюпинск В деревню Гадюкино То есть аэропорт Из которого летит 20 пассажиров в день Надо обнести Бетонным забором С колючей проволокой Там рентгеновское Оборудование поставить И все эти расходы Лягут на плечи пассажиров А когда летит Трансаэр или аэрофлот На самолете Где 300-400 кресел Из магистральных аэропортов Туда-сюда В пересчете На одного пассажира Расходы намного меньше Леша огромное спасибо Очень интересная беседа Сегодня Я благодарен Что ты нашел время Посетить нашу студию Уважаемые слушатели Я напомню В гостях сегодня был Алексей Иванов Директор российского Представительства Авиасолюшн группы Говорили о рынке Лукосперевозок Ну и в России Пока их нет Но мы очень надеемся Надеемся что будет Спасибо огромное Уважаемые слушатели Спасибо за внимание Успехов в бизнесе Всего доброго До свидания